К бабушке? Да. У тебя бабушка есть? Ну конечно есть. А я тут в этом лесу совсем один. История о красной шапочке знакома всем с детства. Сегодня в этом зале с огромным интересом маленькие зрители наблюдают за озорной девочкой и ее нелегком пути к бабушке. Тук-тук-тук. А кто там? Это я, ваша внучка, красная шапочка. Ну, дерни за веревочку, дверь и откроется. Актеры театра юного зрителя решили по-новому интерпретировать полюбившуюся всем сказку. Эта история учит тому, что добро обязательно побеждает зло. Тем не менее, ребят больше впечатлил хитрый и дерзкий волк. Больше всего мне понравилось тот момент, когда заяц копал яму и там были какие-то звуки. И потом волк его выбросил в яму. И потом он так смешно закричал. Мне понравился заяц и волк. Заяц просто веселый, а волк злой. Каждый герой был очень интересный. Красная шапочка была интересна. Вообще мне еще понравилось, как люди их озвучивали. У них прям голоса очень хороши. «Красная шапочка» – это классическая постановка, созданная по мотивам сказки Шарля Перро. Актеры на протяжении всего спектакля держат зал в напряжении. Дети в восторге. Приятным бонусом для них станет и мастер-класс от профессионалов. Мы привезли сегодня разновидность кукол, где сами дети могут участвовать в этом спектакле. Интерактив будет обязательно. И, конечно, насколько сложно, работа с куклами. Дети сегодня окунутся в эту работу. Воспитанники Центра культурного развития, как настоящие актеры, вживаются в роль. С ними делятся многими секретами. В постановке задействовано четыре куклы и два актера, которые ими управляют. Этим мероприятием организаторы решили немного развеять ребят и подарить им небольшой праздник. Такие мероприятия, как обещают организаторы, будут проводиться и дальше. Актеры театра юного зрителя готовят для ребят новые сюрпризы. Малика Измайлова, Магомед Доскиев, Новости 24.